Это выставка World Food 2022. Рядом со мной Марина Кондрашова, представляющая платформу GetBlogger. Марина, здравствуйте. Вы у нас спикер были на сессии. О чем говорили? Тема вкратце вашего выступления. Здравствуйте. На сессии я говорила о трендах, которые на сегодняшний день происходят в инфлюенс-маркетинге, так как многое поменялось в 2022 году. Рассказывала про нашу платформу. Наша платформа – это автоматизированная платформа, которая позволяет запускать массовые рекламные кампании с большим количеством блогеров буквально в один клик. На сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировано порядка более 50 тысяч блогеров, прошедших все этапы модерации, которые работают с крупными федеральными брендами. На сегодняшний день у нас большое количество рекламодателей, с кем мы сотрудничаем. Рассказывала о трендах, о том, что на сегодняшний день происходит. Наверное, ни для кого не секрет, что блогеры мигрировали из одних соцсетей в другие соцсети. И, наверное, даже вот вы, признатись, наверное, восстанавливали пароль на одноклассниках. Нет, нет. Восстанавливают. Вчера друзья об этом рассказывали. То есть мы услышали о тех соцсетях, о которых раньше вообще не слышали, появились. И вот блогеры как раз мигрируют между соцсетями, забирают свою аудиторию из запрещенных, переводят другие. И на сегодняшний день наша картинка также по размещениям, рекламным интеграциям с блогерами поменялась. На сегодняшний день на первом месте, конечно же, Telegram. Рассказывала о том, что рекламодатели стали по-другому смотреть в этом году на свои рекламные бюджеты. Для них стала важна прозрачность. Мы всегда работали по модели CPA. CPA-модель – это когда рекламодатель платит за определенное действие, например, за покупку. Купил покупатель товары у определенного бренда, и именно за это мы получаем оплату, вернее, получают оплату наши блогеры. То есть это максимально безопасная модель работы, когда нет продаж, нет оплаты за рекламную кампанию. Но в этом году все поменялось, и рекламодатели стали смотреть не только на то, сколько покупок совершили, сколько случилось покупок, но и на то, что окружает, на контент блогеров стали смотреть. То есть не тот контент, который только в рекламной кампании, но то, что у блогеров есть в их соцсетях и до, и после этой рекламной кампании. То есть у нас увеличилось количество уровней модерации, мы усилили модерацию. Есть позитивные моменты. На самом деле блогеры прогрессируют, блогеры учатся, и вы знаете, на сегодняшний день преобладают нативные публикации. То есть когда блогер не просто выкладывает картинку, когда он снимает видеоконтент, рассказывает о товарах, услугах, и не просто рассказывает, он идет в магазин, покупает, пробует сам, со своей семьей, с детьми и так далее. И блогеры начали использовать профессиональное оборудование, то есть какие-то штативы, освещение, программки для монтажа и все прочее. Поэтому мы рады росту качества контента, безусловно, рады рекламодатели. Рассказывала о том, что на сегодняшний день в TikTok многие знают, что не выкладывается видео. Это, безусловно, нашло свое замещение. На сегодняшний день очень популярный Reels, той социальной сети, которую я не буду сейчас называть. Тем не менее, там охваты растут, контент растет, и это дает классные результаты рекламодателям. Сравнила то, что происходит в инфлюенс-маркетинге в двух странах, взяла для сравнения Иран и Америку. Если вкратце, не буду рассказывать подробности, но по ощущениям, Иран это то, что у нас в России было, наверное, 5-7 лет назад. А в Америке есть интересные моменты, к которым, я думаю, что рано или поздно мы придем в части развития инфлюенс-маркетинга в России. И, конечно, рассказала аудитория о том, что инфлюенс-маркетинг в связи с теми событиями, что происходили в этом году, он не умер. Он продолжает жить, он набирает обороты. Все хорошо, закон о рекламе, о котором говорят все издания, соцсети, о котором бестрит интернет, он также не убил рынок блогеров и рекламный рынок. Мы маркируем, мы соблюдаем закон, мы с 1 сентября маркируем рекламу, настраиваем сейчас автоматическую передачу данных в ОРД, ждем окончательного утверждения списка этих ОРД, куда мы будем выгружать креативы, статичные, динамичные креативы. Все хорошо, охваты не падают, реклама дает тот эффект, и на самом деле мы растем по всем показателям. И вот как раз приводила кейсы о том, что буквально в августе месяце, в сентябре даже, у нас закончилась рекламная кампания, где мы за три дня в офлайн-точке продаж у ритейлеров смогли привезти 313 тысяч покупателей, и ритейлер получил дополнительно выручки на 95 миллионов рублей. Классный кейс, мы им гордимся. И вот это наши успехи, наши результаты. Хотим сказать, что все в тренде, инфлюенс-маркетинг развивается и продолжает помогать брендам промоутировать их продукцию. Марина, вы предвосхитили все мои вопросы, которые я хотел задать. Такого полного ответа я еще не слышал. Спасибо вам, удачи на этой выставке. Можно ли было подробнее? Наверное, нет. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok